еще раз добрый вечер 20.00 25 августа 22 года традиционная встреча для белорусов по четвергам вот ну и сегодня поговорим про философию в транспорте вот и в конце пройдем по основным новостям что у нас за последнюю неделю приключилось интересного да таисия приветствую елена приветствую всех всем привет так ну и давайте начнем даст меня зовут алексей новомович 2005 года я работал инженер-программист 2020 года стал партнером по продвижению skyworld комьюнити вот мы с тех пор мы эту технологию продвигаем рассказываем делимся вот ну и традиционно начнем с проблем в современном транспорте то есть проблем так скажем 20 века то есть все что нам принесло с собой это изобретение такое изобретение как автомобиль вот вместе с которым со временем пришли такие понятия как пробки аварийность так далее так далее естественно никого не секрет уже на сегодняшний день что есть эти проблемы есть в многих странах это прям проблемы почти нерешаемые вот но есть варианты вот про которые мы сегодня с вами поговорим естественно также есть проблемы в логистике в в контейнерах перевозках вот ну и которые возможно заметны больше для профессионалов чем для обывателей вот но тем не менее хотя для обывателей тоже то есть тот момент когда мы заказываем товары на алиэкспресс мы их получаем ждем там неделю две-три недели ждем то есть все это логистика которая на сегодняшний день она но оставляет желать лучшего хотя принципе технологии появляются растут вот ну и много технологий появляется которая совершенствует логистику то есть базы данных так далее так далее вот но тем не менее сроки ожидания пока еще оставляют желать не желать лучшего следующая проблема связанная с транспортом это естественно окружающая среда то есть воздействие окружающей среды надо на дороге пути передвижения то есть где-то каких-то странах засыпается снегом где-то засыпает песком вот где-то смывает паводками вот поэтому дорога по земле имеет очень большой много так скажем уязвимостей вот ну и естественно как один из вариантов выхлопные газы один из вариантов это просто поднять транспортные средства над землей многие вопросы связанные с перемещением земле были бы решены ну вот как тоже как например видим здесь построить просто обычную казалось бы дорогу по земле то есть это тоже целый ряд мероприятий таких вырубить там лес снять целый пласт земли делать специальную подушку то есть это все очень дорого емко вот но порой неэффективно где-то в горах вот приходят ары целые туннели то есть ну в общем то это такая так скажем борьба с окружающей средой вот но естественно на 1 тратится целый ряд энергии но естественно решения которые надземные обладают рядом преимуществ вот но те решения которые мы видим на сегодняшний день они как бы тоже оставляют желать лучшего то есть этот массивные такие конструкции маленькие скорости вот ну и вот все все в принципе в таком духе но есть их несколько разновидностей одна наверное пожалуй самых наилучших которые функционируют на сегодняшний день то есть это вот вариант германии вот можно сказать дедушка наверное той технологии про которую мы сегодня поговорим вот и она функционирует успешно вот ну и как бы за тот вариант который можно брать ну наверно за основу вот как ну как предыдущая некое поколение вот и опираться на него в будущем вот ну и такие есть вариант также как канатные дороги вот но у них тоже есть ряд недостатков то есть это и ограничение по длине каната и скорость передвижения низкая и движутся сразу все кабинки то есть и в общем целый ряд недостатков вот но переходя от проблем транспорте к что же все-таки есть идеальное транспортное решение вот мы плавно перейдем к самой технологии ну и вот мы видим картиночки картиночки эти не photoshop тоже реальные фотографии действующего транспорта который находится в беларуси вот системы эти называется струнные транспортные системы skyway раньше называли сейчас называть они you sky вот это транспортная система которая находится над землей вот в основе струнных транспортной системы находится струна вот то есть снаружи рельс как бы кажется обычный прямоугольный но внутри есть у него специальная скажем изюминка вот это струк струна натянутая под большим давлением в общем-то который позволяет делать рельс очень длинным очень прочным то что в то же время гибким ну и в общем-то обладает рядом преимущество и позволяет делать такие вот изящные конструкции то есть она и ровная и легкая и на фоне неба ажурная то есть в общем-то такой sky не небесный путь вот который может делать очень большие пролеты вот данном случае в мариной горке в беларуси это 400 метров пролет вот транспортное средство парит вот так вот над головами вот и скорости могут достигать от 100 до зависимости от исполнения до 500 километров в час так ну и сам струнный принцип он пришел к нам из вантовых мостов то есть там сама натяженные струны используется вот ну и они были как бы реализованы вот в таком исполнении у нас естественно ну еще раз повторюсь дороги на на втором уровне обладают рядом преимуществ то есть нет необходимости что-то закапывать что-то срезать мы видим здесь достаточно вбить как некие опоры поставить вот натянуть трассу над землей у нас получается идеально ровная поверхность вот по которой можно передвигаться на на очень больших скоростях вот при этом цветы можно сделать очень быстро то есть такая вот конструкция которая принципе ну позволяет ускорить процесс строительства любых дорог вот но вот мы видим здесь данном случае три варианта исполнения то есть в серединке мы видим фирменных фирменная структура то есть где можно ехать и сверху и снизу сверху мы видим с одной стороны полу жесткий путь вот ну и снизу мы видим гибкий то есть это в принципе в зависимости от места предназначения то где-то это может быть городе используется где-то может быть это между городами то есть в зависимости от от расстояния между опорами то есть мы видим здесь вот на на верхней картиночке видим опоры более часто находятся мы имеем более ровный путь на третьей картиночке мы видим что опоры находятся на более на большем расстоянии ну соответственно есть некий провис ну и тоже пару картиночек посмотрим это вот картинки из мариной горки в к технопарке вот видим тоже транспортное средство есть не только легкие пассажирские вот но и такие вот более уже массивные вот городские решения сверху мы видим тот самый болит который ю флэш сейчас называется который способен развивать скорость до 500 километров в час да именно 500 километров в час то самая скорость вот который сейчас над которой в общем-то и ведутся работы вот ну и вот тоже картиночка из вечерних так скажем пейзажей вот ну вот мы видим тоже решение для швейцарцев в частности до гнике горной местности то есть очень широкий ряд исполнения широкий ряд многообразия на форм вот для разного применения ну и автором технологии является анатолий дарвич юницкий вот который посвятил транспорту всю свою жизнь начиная со студенческих скамьи и даже раньше вот еще в школе строил макеты с ракетами то есть участвовал конкурсах есть куча дипломов ну и в общем то ну доктор философии транспорта одним словом то есть собирал целые конференции ну и в общем то весь свой путь он посвятил транспорту ну и сейчас ему уже семьдесят три в этом году исполнилось планов у него огромное количество кто-то в этом возрасте выходит на пенсию а у кого-то в этом возрасте все только начинается ну и как раз эта история про анатолия эдуардовича юницкого который заряжает своим таким оптимизмом не только стар но и млад вот ну и показывает такой вот терпение и труд все перетрут и такой вот напор на движение вперед вот но и за собой ведет целую команду команду разработчиков вот за это время было написано огромное количество книг монографии всевозможных докладов одна из книг это струны транспортной системы на земле и в космосе то есть до дороги транспортной системы которые он предлагает внедрять их можно использовать везде так скажем вот но и вот еще одна книжечка инженер в общем как кто кому интересно эта тематика можно очень много читать очень много изучать вот и когда человек впервые узнает про данные транспортную систему и заходит просто на сайт инженера юницкого там огромное количество информации то есть можно зависать просто ну на целыми днями неделями даже месяцами просто в изучении всей информации которая накопилась за вот эти долгие долгий жизненный путь анатолия эдуардовича то есть ну детали лет за 40 вот материалов вот ну и вот мы видим здесь картиночка такая показывающая сопротивление воздуха вот мы видим что обычный автомобиль у него cx сопротивление воздуха 0 4 а у нашего высокоскоростного транспортного средства коэффициент почти в 10 раз ниже то есть сопротивление воздуха намного ниже и все это позволяет достигать совершенно других скоростей нежели и сейчас имеется на сегодняшний день в автотранспорте вот но и это касается также и расхода топлива вот и количество перевозимых пассажиров вот все это учтено иногда раньше спрашивали не упадет ли ваше транспортное средство с путей вот на что отвечали что нет конечно же не упадет потому как есть специальные поддерживающие колеса то есть можно там уклон чуть ли не в 45 градусов делать подниматься в горы и так далее так далее ну и в общем то сейчас уже все функционирует в беларуси и как мужа неоднократно тестировали вот и все работает никуда не падает все движется периодически мы заглядываем в заглядываем в во внутреннюю так скажем кухню компании вот и нам приоткрывают такие вот шторки рассказывают про всевозможные ноу-хау вот например вихретоковый замедлитель то есть это на примере того как транспортное средство при приближении к станции вдруг по каким-то причинам не смогло само затормозить вот при использовании таких вихретоковых замедлителей без применения электроэнергии могут тормозить любые предметы очень очень эффективно ну вот этот пример такой ноу-хау который применяется в данном транспорте ну и вот еще раз подводя уже итог преимуществ вот мы видим по капитальным затратам стоимость строительства в транспорте струн на транспорте она минимальная то есть понятно почему то есть нет необходимости городить эти огромные бетонные конструкции которые применяются вот нет не ажурная изящная трасса которая минимум материала строится очень быстро поэтому капитальная затрата у нее минимальная дальше смотрим эксплуатационные расходы тоже минимальные нет необходимости ежегодно латать как как в асфальтных дорогах ямочный ремонт проводить не по ней нет необходимости чистить от снега от песка то есть все это сверху находится в очень хороших то есть условиях то есть нет необходимости постоянно все это ремонтировать дальше смотрим расход энергии тоже минимальный потому как это по сути электромобиль остальных колесах вот все то есть расход энергии минимальный при этом при всем пропускная способность может быть максимально даже может быть больше чем там минское метро московское метро то есть и достигается за счет того что транспортные средства могут быть как двухместные там 5 местные 10 местные 30 местные могут составляться целые составы причем эти составы могут двигаться с частотой чуть ли не каждые две секунды то есть вот это вот чем чаще и чем длиннее то есть можно очень очень большую а выстроить поток вот который будет ну вот как раз таки превышать такую пропускную способность когда же московская метро поэтому при всем при при всех вот этих вот минимальных капитальных затратах эксплуатационных расходов и расходы энергии то есть мы пропускную способность имеем максимально загрязнение окружающей среды тоже минимальная но потому как это электромобиль на остальных колесах транспортная аварийность минимальная только за счет того что мы поднимаем транспортное средство над землей вот мы избегаем столкновения с животными с людьми с другими транспортными средствами, то есть, ну, в общем-то, мы разделяем, если говорить уже умными словами, биосферу и транспортную сферу на два разных уровня, то есть один сверху, другой снизу, и тот уровень, который находится сверху транспортный, он обслуживает, в общем-то, нужды биосферы, которая у нас находится как раз-таки снизу. Вот, ну, и, в общем-то, подводя итог, то есть, можем сказать, что действительно транспортное средство является самым оптимальным, самым идеальным транспортным средством на сегодняшний день. Ну, и есть целая линейка, там, от двухместного до 30-местного, мы видим, для городских условий, для горных, для междугородних, вот все это уже имеется. Помимо того, что есть решение для перевозки людей, также есть решение для перевозки грузов, контейнеров. Изначально в бизнес-плане, ну, допустим, контейнеры не предполагалось разрабатывать, но со временем заказчики интересовались, спрашивали, можно ли, вот. Ну, и, естественно, как раз есть запрос, значит, необходимо его тоже решать, и было в том числе решение придумано для контейнеров перевозок, в общем-то, над которым сейчас и ведутся работы. Ну, естественно, есть огромное количество сертификатов уже полученных за эти годы, всевозможных наград, патентов. Тоже на сайте все это есть, можно кому интересно посмотреть, какой патент за что отвечает, какая награда когда, в каком году получена, то есть где, в какой выставке участвовали, то есть все это очень-очень информации очень много. Вот почему я говорю, что на сайте инженера Веницкого можно зависнуть очень долго. Вот. Ну, и постоянно публикуются всевозможные вот такие вот публикации, то выставки. Вот последняя была в 22-м году международная выставка «Транспорт. Транзит. Беларусь». Ну, вот мы видим, что здесь вот в этой вырезке небольшой тоже светили технопарк и в Минске, вот, и в Шарже, вот, и цели и задачи, которые ставит перед собой проект, вот, ну, и так далее. Вот. Ну, пишутся дипломы, студенты поощряются, причем поощряются именно выпускные работы для студентов, то есть, и причем не только белорусских студентов из белорусских вузов, но в том числе, вот, мы видим примеры, когда защищали работы в Шарже, защищали работы из Австралии студенты, то есть, ну, и потом лучшие работы отбираются, естественно, и предлагается некое трудоустройство на работу, вот, и, ну, то есть, молодые специалисты всегда приветствуются. Недавно мы освещали тоже информацию, что компания прошла аккредитацию в Национальной академии наук, вот, то есть, помимо того, что компания является, то есть, то есть, компания получила статус именно научной организации, вот, и статус научной организации, ну, получает далеко не каждая компания, вот, ну, и тоже тут приводится пример, что на предприятии работает 11 кандидатов наук, 5 сотрудников имеют ученое звание доцента, более 10 преподают в вузах страны, то есть, ну, и тут целая статистика, можно посмотреть. За 5 лет сотрудники компании публиковали более 40 научных работ, 100 статей, 5 книжных изданий, то есть, ну, научная деятельность ведется на самом высоком таком уровне, темпе, вот, ну, и тогда мы тоже заглядываем в, как же все это происходит, то есть, ну, мы видим иногда, ну, то есть, мы видим ту картинку, которая снаружи, вот, ну, иногда нам дают вот такие вот кадры, как проводятся совещания, допустим, когда Анатолий Дуаревич находится в Объединенных Арабских Эмиратах, иногда мы думаем, как, как же так, вот он уже, ну, на протяжении нескольких месяцев там находится, не пострадает из-за этого процессы, вот, ну, видим, что технологии сейчас на удаленке позволяют вот такие вот удаленные совещания проводить без проблем, то есть все тут работает, движется и так далее. Ну, и, естественно, тоже один из важных аспектов – это прозрачности, это финансовые аудиты компании, то есть, ну, так как проект связан с привлечением денег, то у людей возникают вопросы, а куда они тратятся, а какой баланс на предприятии, и поэтому ежегодно, то есть, есть компания аудиторская, которая проводит ежегодные вот эти аудиты, выкладывает эти отчеты в публичный доступ, то есть, бухгалтерский баланс, там, отчет о движении денежных средств, отчет о прибылих и убытках, то есть, настолько подробный отчет, то есть, в принципе, тот, кто понимает в этих делах, может отсюда подчеркнуть очень много информации. Ну, и мы с вами пару занятий, пару бинаров назад мы тоже просматривали вот один из этих отчетов, вот, и тоже увидели, что, ну, иногда написали, допустим, в новостях, что вот компания, там, есть какой-то там прибыль от какой-то деятельности, вот, ну, и вот в этих отчетах можно действительно увидеть, что да, действительно прибыль была, вот, ну, и вот мы, когда были на производстве, нам рассказали один из примеров, откуда же берется прибыль, вот, рассказали, как, ну, учитывая, что у нас на производстве там станки, ну, японские станки, там, каждый станок стоит чуть ли не миллион евро, вот, а таких станков пять, то, как бы, мощности есть, которые, которых в Беларуси фактически нигде нету больше, вот, и на этих мощностях можно делать очень классные вещи, и вот, в частности, приводился пример с КамАЗом, вот, и который должен был участвовать в гонке, там, по-моему, Париж-Дакар, и вот специально под этот КамАЗ был разработан отдельная кабина, и эта кабина была там на несколько сот килограммов легче, чем обычная кабина, то есть, ну, и вот такие вот заказы, или там, допустим, был заказ еще с Питера, то есть на разработку электромобиля, вот, ну, и, в общем-то, вот эти вот такие заказики небольшие, вот, но которые позволяют, помимо средств инвесторов, также вот привлекать, то есть зарабатывать деньги уже от имеющихся средств, станков, вот, и так далее, вот, ну, это все можно посмотреть в балансе, все это отражено, ну, естественно, тоже можно посмотреть зарплаты, сколько, фонд заработных плат, ну, и так далее, и тому подобное, то есть долго уже останавливаться на этом не будем. В Минске находится несколько зданий в собственности, это одно из зданий на Чеботарева в районе тракторного завода, есть здание также на железнодорожной 33, бизнес-центр целый, это тоже выкуплен, вот, и здесь находится весь состав мозги зао-струнной технологии, то есть здесь и дизайнеры, инженеры, архитекторы, там, ну, в общем-то, весь, то есть весь, так скажем, интеллектуальный потенциал у нас здесь, то есть голова у нас здесь, вот, а уже в шабанах находятся, в общем-то, руки, руки, которые собирают то, что нарисовали на железнодорожной, здесь эти руки, золотые руки собирают, вот, компонуют, вот, ну, и в дальнейшем все это идет на испытания в Марину горку, на полигон, который больше, около 36 гектаров, вот, где, в общем-то, все тестируется, показывается, приглашаются гости, которые катаются, там, заказчики, либо инвесторы, либо еще кто-то, вот, ну, и уже из 5 готовых трасс и еще 2 в процессе строительства, то есть все это тоже здесь движется и развивается. Ну, и вот тоже хорошая фотография из этого технопарка, где мы видим целую линейку задействованных транспортных средств, части, с которых на сегодняшний день уже отправили в Объединенные Арабские Эмираты, тоже об этом сегодня чуть позже поговорим, вот, и как раз, переходя к Объединенным Арабским Эмиратам, когда вся картина была показана в Минске, в Беларуси, в Марине горке, был вопрос задан, ну, вот, у вас мягкий европейский климат, все у вас тут, как бы, ну, красиво, а сможете ли вы сделать в таких суровых, жарких условиях, как, допустим, в Объединенных Арабских Эмиратах? Ну, и Анатолий Дарьевич Юницкий сказал, конечно же, да, вот, ну, и говорит, что спросили бы, если бы могли построить в Антарктиде, то построили бы и в Антарктиде. В общем, ну, и в 19-м году начался процесс строительства парка Объединенных Арабских Эмиратах. Ну, и как бы уже мы видели неоднократно и репортажи оттуда, вот мы видим, как здесь уже на трассе номер 4 натягиваются струны, тоже вот очень интересный такой момент, никогда раньше его не показывали, вот, но здесь вот на картинках мы видим, это одно из тоже ноу-хау, то есть закрытых таких вот моментов, то есть как струны аккуратно выкладываются, как вот, наверное, как волосы у девушек, то есть аккуратненько каждый волосок волоску, и потом дальше все это собирается в струнные рельсы, в струнные короба. Вот, ну, и тоже вот несколько фотографий, то есть периодически все это мы видим в репортажах. Вот, весь 21-й год прошел под таким, под флагом посещения всевозможных репортеров, то есть были из Японии, из Южной Америки, из Канады, из Франции, из Африки, то есть отовсюду приезжали всевозможные делегации, снимали репортажи, были, по-моему, репортажи в американских каналах, там, CNN, даже туда добрались. То есть был целый такой огромный шум информационный. Вот, ну, и планы от этого шума перешли уже к выставке в Дубае, которая длилась на протяжении полугода, вот, Экспо 2020. Ну, и здесь уже тоже делегации, как уже потом было по итогу посчитано, больше ста, больше ста правительственных делегаций, которые посетили за эти полгода наш полигон в Шардже. Вот, ну, и вот мы видим здесь вот, это тоже одна из африканских делегаций. Мы были, ну, тоже просто пробежимся быстро, делегация из Ганы, делегация из, по-моему, Чехии, это были ребята, бизнесмены, делегация из Индии и ОАЭ, делегация из Великобритании и Австралии. Вот, ну, и, естественно, каждому, каждой делегации тоже есть такая книга, гостевая книга, и где, в общем-то, гости потом пишут свои, как бы, впечатления от посещения. Ну, и вот, видим, одно из, Дэйл Джексон написал, спасибо за прекрасную демонстрацию, это действительно транспорт и перевозки будущего. Я очень рад попытаться помочь этому проекту продвинуться как в ОАЭ, так и в моей стране, в моей родной стране Австралии. Ну, и примерно такие отзывы пишут все, кто посещает нашу площадку. Вот, кстати говоря, из Индии, да, вот еще очередная Министерство туризма Индии, это было на прошлой неделе приезжали, вот, так что Индия, тоже уже, можно сказать, частый гость представителей выставки Mobility Leaf Middle East в центре испытаний Шарджи, вот, ну, и так далее, и тому подобное. То есть делегаций очень много. Ну, и сейчас сегодня тоже поговорим про очередную делегацию. Вот, ну, и адресные проекты, линейные города, это, в принципе, та цель, которую преследует за собой Тойборыч Юницкий. Вот, ну, и вот пример станции, какая она может быть в городе. То есть если метро у нас роет всегда вниз, где-то там у нас что-то движется под землей, то вот здесь мы видим, что рыть ничего не надо, можно построить вот такую трехэтажную станцию, вот, и передвигаться красиво в солнечных лучах, а не в подземелье, как кроты, вот, а красиво парить над землей и смотреть, любоваться пейзажами намного приятнее, чем где-то под землей и наблюдать за фонариками, которые проносятся мимо окон. Вот, ну, и вот еще один вариант исполнения уже за городом. То есть мы видим, что трасса может, ну, так как струнная трасса сама по себе предполагает наличие анкерных опор каждые три километра, то есть, в общем-то, это те опоры, которые натягивают всю эту трассу, то вот каждые три километра может находиться вот такая вот башня, вот, и, в общем-то, в этой башне может находиться целый деловой центр, то есть там и школа, и больница, и магазин и так далее, ну, а люди, в общем-то, могут жить вокруг данного кластера, вот, в таких частных домах, вот, ну, и передвигаться, в общем-то, между башенками, вот, на струнных трассах, вот, ну, то есть это такое уже видение на будущее, тут тот, в общем-то, рисунок, который, тут та модель, вот, которой можно сместить, поменять существующую транспортную систему, и, ну, в общем, будущее транспорта, вот, изображено, я думаю, что на этой картиночке то, куда мы в итоге придем. Вот, ну, и, а, ну, вот еще тоже картинка, линейный город, вот, кстати говоря, линейный город, это одна из концептов, который был поддержан Организацией Объединенных Наций, вот, и Юницкий дважды получал грант на развитие данной концепции от Организации Объединенных Наций, поэтому тоже, можно сказать, этот проект развивается вот при поддержке ООН, вот, и не просто на словах, а на деле, вот, ну, и это уже более современные такие разработки, то есть сейчас в настоящее время в компании работает там пять архитекторов, которые разрабатывают уже вот такие целые кластерные поселения, было введено уже понятие недавно горизонтальных небоскребов, вот, ну, в общем, это целая такая, целый концепт, то есть как люди могут расселяться кластерным типом, вот, ну, и, в общем-то, целая такая философия, вот, ну, естественно, расселение людей, ну, сейчас одна из проблем это, ну, многие проблемы возникают из-за того, что люди живут очень скучно, то есть, в общем, по сути, это такие муравейники, вот, ну, а при наличии транспортных систем, которые будут двигаться очень быстро, вот, в частности, 500 км в час, можно жить где-то далеко за городом, вот, но при этом быть совершенно не оторванным от цивилизации, то есть и при необходимости вот эти 500 км в час, 500 км можно преодолеть за, ну, допустим, за час, приехать, жить, допустим, где-то между Минском и Москвой, вот, и в любую сторону, там, в течение, там, 40 минут, там, или 60, или полтора часа можно легко преодолевать. Ну, в общем-то, естественно, это влияет на качество жизни, вот, разгружает города, то есть, это, ну, в общем, целая такая вот философия, вот, в которой мы потихонечку движемся. Вот, ну, и помимо вот этих вот транспортных систем, была книжка там вначале, что транспортная система на Земле и в космосе, вот, помимо транспортных систем на Земле есть еще целое направление, это транспортное средство Spaceway, вот, по выводу грузов на орбиту Земли, то есть, это, ну, это отдельное направление, про которое мы сегодня уже разговаривать не будем, но оно есть, вот, иногда, когда спрашивают у Юницкого, вот, какая ваша цель жизни, вот, ну, в общем, он уже, то есть, Skyway на Земле, это понятное дело, что да, вот, ну, а помимо этого еще вот у него есть цель, то есть, сделать Spaceway, то есть, чтобы транспортные системы были не только на Земле, но еще и в космосе, и могли перевозить грузы, ну, вот, ну, долго не буду, потому что это целая, целая философия, вот, ну, и приходя уже к текущему этапу, что у нас происходит на сегодняшний день, то есть, мы находимся в преддверии 15 этапа, происходит сейчас активное строительство в Шарже, картиночки мы с вами периодически смотрим, что происходит, вот, ну, и основные цели на 15 этап, это достроить 20 километров высоко скоростной трассы, вот, и достроить трассу для контейнерных перевозок, ну, и объем инвестиций где-то порядка 100-150-200 миллионов долларов, ну, в принципе, сумма сопоставимая с тем, что уже вложено, то есть, причем это собрано именно через краудинвестинг, поэтому сумма собираемая, вот, ну, и сегодня тоже посмотрим, какая движуха происходит, например, во Вьетнаме, как партнеры прочувствовали данную технологию, вот, ну, и вот тоже про пакеты для, по инвестированию, то есть, в каждом кабинете, в кабинете инвестора есть специальные пакеты, вот, пакеты на любой вкус и цвет, то есть, для студента, и для пенсионера, для малыша, вот, ну, и люди, которые чувствуют, что этот проект им нравится, что они готовы его поддержать, вот, финансируют разработку, вот, ну, и, в общем-то, проект потихонечку растет, развивается за счет вот таких, как раз-таки, небольших инвестиций, малых инвесторов, вот, и, ну, данная модель уже вот за прошедшие несколько лет, она себя, в общем-то, хорошо зарекомендовала, вот. Есть, да, пакеты в рассрочку, есть единоразовые, ну, в общем-то, вариантов много, то есть, каждый найдет под свой вкус то, что ему нравится. Ну, почему выгодно поддерживать? Ну, чем больше проблема, чем больше проблема, и чем лучше мы ее решаем, тем, естественно, проект больше на этом всем зарабатывает. То есть, ну, естественно, при успешном внедрении технологии, доли, которые приобретаются инвесторами, они потом в дальнейшем будут конвертироваться в акции, акции будут торговаться на бирже, то есть, дивиденды, если эти акции человек будет оставлять за собой, то на них будут начисляться дивиденды. То есть, тут целое тоже направление, то есть, и по защите прав инвесторов. Вот. Ну, и, в общем-то, это не какой-то краудфандинговый проект, где там вложил и получил, ну, допустим, вот как было с очками виртуальной реальности. То есть, вложил деньги, тебе потом присылают по почте очки виртуальной реальности. Вот. А здесь конкретно ты вкладываешь, вкладываешь, вкладываешь деньги и получает долю в компании. Вот. Эта доля в компании закрепляется юридически. Вот. Ну, и в дальнейшем человек может рассчитывать и на наследство, то есть, передавать его как наследство на дивиденды и так далее. Ну, и, естественно, это все при его успешной реализации. Вот. Ну, и, как уже было сказано, мы находимся сейчас уже в преддверии 15-го этапа. Чем ближе к окончанию строительства, тем, естественно, рисков меньше. Вот. Но чем рисков меньше, тем, естественно, доходность тоже будет меньше. Вот. Ну, и, переходя уже к обзору новостей за прошедшую неделю, ну, вот, было несколько таких ярких событий. Вот. Ну, и, в частности, проект струнного транспорта укрепляет деловые отношения с Индией. Это уже, кстати, наверное, за последний месяц, это уже, наверное, третья делегация из Индии. То есть, были из Министерства туризма приезжали, и еще ранее там еще была делегация. И вот уже, наверное, в третий-четвертый раз приехали делегаты, близкие к правительству Индии, в том числе, учредители, руководители крупных индийских компаний. Вот. Ну, и сегодня бизнесмен находится в поиске новых технологий, надежных деловых партнеров, одним из которых может стать компания, которая занимается развитием струнных технологий в ОАЭ. Изобретатель струнного транспорта на Золе Юницкий лично провел для делегатов экскурсию по центру испытаний. В процессе экскурсии гости также оценивали автономный грузовой электромобиль Yukon. Кстати, название тоже постепенно сейчас тоже меняется. И вот как у нас есть iPhone, iPod, что там еще, iPad. Также у нас каждый транспорт, он Yukon, это контейнер Yukon. Скоростной электромобиль U-Flash. Как раз-таки, ну, вот здесь вот два флагмана наших. Здесь сверху мы видим высокоскоростной Yukon до 500 км в час. И ниже мы видим U-Flash сверху, Yukon снизу. То есть мы здесь видим такую надпись 1 доллар за 100 тонн на километр. То есть стоимость перевозки груза 100 тонн на 1 километр будет стоить всего лишь 1 доллар. Ну, в общем-то, на сегодняшний день это немыслимые цифры. Но расчет уже показывает вот такую вот эффективность. Ну, и продолжая, вот здесь в офисе, то есть посмотрели грузовой электромобиль Yukon, посмотрели скоростной электромобиль U-Flash, а в офисе компании Delegato увидели действующую модель линейного города U-City. Вот, ну, в общем-то, мы видим всю вот эту вот линейку со слоганом U, Юницкий, как инженер и все его детище с буквочкой U. Вот, ну, и модель, еще одна новая, да, модель струнного транспорта установили в центральном корпусе SRTI Park. То есть здание штаб-квартиры SRTI в Шарджи добавили, установили пассажирскую модель струнного транспорта Yukar. На данный момент это четвертая модель струнного транспорта на территории парка после U-Flash, Yukon, тропического Yukar. Новый Yukar установлен в вестибюле крыла C прямо напротив анкерных опор для тестовых линий 2 и 4. Ну, в общем-то, проект, он развивается очень плотно, ну, рядышком с территорией научного, научно-технологического парка в Шарджи. Вот они находятся рядышком и, в принципе, под крылышком друг другу вот помогают. И, как видим, уже модель перекочевала туда поближе, чтобы гости могли смотреть, удивляться. Ну, и дальше уже кому понравилось, испытывать в действии через дорогу уже в нашем парке. Вот. Ну, и еще одно тоже событие, очень яркое, вот, на мой взгляд. Во Вьетнаме прошла масштабная конференция. И вот мы видим здесь просто, ну, так как проект развивается у нас через краудинвестинг, много инвесторов, вот, в частности, это Вьетнам, 100 страна, которым просто бьет все рекорды. Причем уже несколько лет подряд. И вот мы видим на конференции собралось больше тысячи человек. Вот. Все заряженные, яркие. Вот. Ну, и вот, почитаем, давайте. В августе во Вьетнаме прошла конференция партнеров. Мероприятие организовала команда куратора Вьетнама, топ-эксперта Вонг Трио Ви. За 4 года он сформировал сильнейшую команду единомышленников из 40 профессионалов. Вот. Ну, вот мы видим снизу эти 40 профессионалов, которые, в общем-то, и делают эти сумасшедшие объемы, казалось бы, в маленьком Вьетнаме. Мероприятие посетило более тысячи человек. Специальным гостем стал руководитель вьетнамского рынка топ-эксперт Джао Там и другие ведущие эксперты страны. Конференция была посвящена видению глобальной миссии технологии ЮСТ и развития СВЦ во Вьетнаме, а также торжественным завершением образовательного курса СВЦ Корр Лидер Ка-3 для преданных партнеров. Ну, и тоже вот здесь мы видим одного из топ-лидеров. Ну, его тоже Карина Алоненко, директор по маркетингу, тоже поделилась, что Вьетнам берет все новые высоты силой своего сообщества, инициативой, верой в технологию ЮСТ и доверием к СВЦ. Коллеги активно работают по системе Ледокол, вкладывают усилия в развитие партнеров, инвесторов через обучение. Мы выражаем благодарность за такое вовлечение, поддерживаем, готовы оказывать всяческую поддержку в покорении рынка Азии. То есть, ну, насколько я понимаю, что сейчас уже вьетнамцы потихонечку начинают осваивать соседние свои регионы. Возможно, скоро подтянется Китай, вот, ну, и тогда уже, наверное, будем смотреть, удивляться масштабным действиям в Китае. Вот, ну, и следующая новость, да, это финал первого этапа у нас СВЦ Чемпион Челлендж в Турции. То есть, сейчас в кабинете для активных партнеров проводится целый вот такой, как бы, челлендж. Вот, и самые лучшие из лучших выигрывают призы, и вот одним из призов была как раз такая поездка в Турцию. Ну, вот наши девочки там, в частности, посетили. Вот, ну, естественно, поездка организована так, чтобы было приятно и с полезным. То есть, помимо всевозможных таких традиционных музеев, мечетей там и так далее, также было, проводилось еще и деловые занятия, то есть, и была презентована платформа адаптации обучения Smart Vault Community. Были записаны ряд тренингов, вот, тоже долго мы просили, чтобы, допустим, Ольга, наша Вероника Серохвостова записала тренинг по продажам. Вот, и, наконец, я так понимаю, что она, ей удалось это сделать, вот, потому что тоже опыт у нее колоссальный. Вот, ну, и, в общем-то, все эти тренинги уже будут в дальнейшем выкладываться на платформе обучения. Вот, ну, и я думаю, что в ближайшее время тоже будет какая-то по ней информация. То есть, это, ну, скорее всего, уже сентябрь, октябрь уже будет, скорее всего, на осень. Ну, в принципе, когда, как ученики идут в школу 1 сентября, вот, видимо, и Smart Vault Community тоже будет в сентябре уже нас всех приглашать. Вот, ну, и, да, переходя еще, продолжая тему челленджа, то есть, все это можно посмотреть в кабинете, как проходит, какие условия, то есть, что необходимо сделать. То есть, все это, имеется, можно посмотреть. Вот, ну, и, да, изюминка на торте – это Faces of the Future пакет. Вот, пакет стоимостью 5 тысяч долларов, вот, ну, пакет такой интересный тем, что инвестор получает не только долю в компании, но еще и такой вот памятный, памятную голограмму с изображением себя любимого. Вот, эта голограмма будет крутиться в музее в Марьиногорке, вот, возможно, и в Шардже. Вот, будет специальный оборудованный стенд, вот, ну, и, в общем-то, такие вот крупные инвесторы будут... Вот, в такой 3D-картинке гордо находиться, вот, и, ну, в общем-то, то есть, здесь не только изображение голограмма, но и в том числе хороший дисконт, вот, который тоже дает хороший инвестиционный пакет. Вот, ну, в принципе, по новостям все. Олег, если ты на связи, выходи. Вот, если у кого-то есть вопросы, пишите. Игорь Пирсон написал «Добрый вечер всем». Добрый вечер, Игорь. Какая красота нас ждет, да, Елена? Ну, вот. Олег, ты на связи? Леш, я на связи, слышно, да? Да, слышно. Вот у меня сейчас это... Видео нету, к сожалению, но ничего страшного. Спасибо тебе огромное. Да, все отлично, все так освежил в памяти все и дисконты, и все, так что продолжается Face on the Future, да, это очень классный пакет, поэтому, кто не воспользовался, рекомендую. А так, все отлично, Леш, спасибо огромное. Хорошо. Ну, Олег, сегодня у нас немногословно, вот, ну, да, хорошо, спасибо, Олег, за комментарий, вот, благодарю за вебинар, да, благодарю, Зоя, за отзыв, вот, если есть какие-то вопросы, пишите, вот, если вопросов нет, тогда будем потихонечку закругляться. Так.